В приграничных районах Белгородской области будут введены ограничения на въезд. На блокпостах будут стоять силовики. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Глава российского региона пояснил, что такое решение об ограничении движения было принято в рамках разработки дополнительных мер безопасности жителей Грайворонского городского округа. Это значит, что будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничные службы, Министерство обороны и администрации. Гладков добавил, что будет составлен график, по которому люди смогут посещать свои дома в вышеупомянутых районах и ухаживать за хозяйством. И мы будем обеспечивать безопасный проход в то время, когда не будет обстрелов до места расположения дома и в обратном порядке. По его словам, ограничения начали действовать со среды 20 марта. Ранее губернатор Белгородской области заявил об эвакуации детей из Белгорода и области. Большое количество сел на сегодняшний день мы обселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей. Также Гладков заявил, что с 20 марта и до конца недели в некоторых школах начинаются досрочные каникулы, а студенты и преподаватели вузов и колледжей переходят полностью на дистанционный формат. На основной территории Белгородской области образовательная неделя продлится планово до конца недели, а с понедельника уже почти в Белгородской области будут плановые каникулы в школах. Как известно, уже неделю российские повстанцы против путинского режима проводят рейд в Белгородской и Курской областях. Они взяли под контроль несколько населенных пунктов. Российские добровольцы несколько раз объявляли гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских. Также русский добровольческий корпус в своем телеграм-канале показал, как проводятся спецоперации на территории села Козинка Белгородской области. А Легион Свободы России показал, как на территории Журавлевки уничтожают приоритетные цели, оставляя путинские войска без систем наблюдений и связи на поле боя. В Курской и Белгородской областях продолжаются боевые действия. Добровольцы контролируют более 50 квадратных километров территории. Начальник штаба русского добровольческого корпуса с позывным «Фортуна» рассказал, что идет постепенное продвижение и развитие наступления. Тем временем, утром 20 марта пользователи в сети опубликовали видео, где в небе над Белгородом видно следы, характерные для работы ПВО. В Белгороде и области объявлена воздушная тревога. Местные жители сообщают, что в городе слышно громкие звуки и видно задымление. В ночь на 20 марта беспилотники атаковали российский «Энгель» Саратовской области. Над городом, по данным телеграм-каналов РФ, было слышно от двух до четырех громких взрывов. По словам очевидцев, дрожали окна в рамах. Как сообщил губернатор области Роман Бусаргин, «Над «Энгельсом» были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет». В свою очередь, как сообщает унианс «Лайс» на источники в спецслужбах, атака на «Энгельс» – это работа главного управления разведки Украины, которая была результативной. Вероятно, целью дронов была база воздушно-космических сил РФ «Энгельс-2», которая находится недалеко от города, пишут российские паблики. На этом военном аэродроме базируются российские стратегические бомбардировщики, в частности Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне обычно используют для массированных ударов по Украине. Кроме того, ракетная опасность была объявлена в Курской и Белгородской областях. В Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью якобы было уничтожено 10 реактивных снарядов РСЗО «РМ-70 «Вампир» и одна ракета комплекса «Точка-У». Позже отчитались и за пять беспилотников. А над Курской областью дежурными средствами ПВО якобы была уничтожена управляемая ракета «С-200» и одна ракета комплекса «Петриот». Позже добавили о сбитии якобы четырех БПЛа. Тем временем в Курске начались перебои с электроснабжением. Об этом в своем телеграмм написал губернатор Курской области Роман Старовойт. А губернатор Белгородской области объявил о том, что с 20 марта появятся блокпосты на въезде в семь населенных пунктов области. А именно на территорию сел Козинка, Глотово, Гора-Подол, Безымино, Новостроевка-1 и Новостроевка-2, а также город Грайворон. Борьба Украины против российского вторжения вступила в новую фазу. Издание Bloomberg пишет, что дроны украинского производства только с начала этого года успешно атаковали как минимум девять крупных нефтеперерабатывающих заводов РФ. По некоторым оценкам, выведено из строя 11% общей мощности России. В материале подчеркивается, это дает Киеву возможность проникнуть вглубь российской территории и нанести удар по отрасли, которая имеет решающее значение для военных усилий Кремля. В частности, для поставок топлива вооруженным силам страны-агрессора и для притока нефтедолларов в казну РФ. Как заявил соучредитель и главный исполнительный директор компании и производителя дронов терминал «Аутонами» Франциско Сера Мартинс, «Россия – это заправочная станция с армией, и мы намерены уничтожить эту заправочную станцию. Мы собираемся сосредоточиться на том, где это повлияет сильнее всего, а именно на финансовых ресурсах». Авторы материала напоминают, что полтора месяца назад в Украине создали силы беспилотных систем, подразделения, которые специализируются на дронах. К этому моменту ВСУ уже применили эту технологию с большим успехом, уничтожив несколько судов Черноморского флота России. Плумберг пишет, что шквал атак вызвал рост цен на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Издание отмечает, что на данный момент компания украинских дронов воздействует внутри России, ограничивая способность перерабатывать сырую нефть в топливо и ослабляя ее противовоздушную оборону. По мнению Франциска Сэра Мартинса, «По сути, это новая форма войны на истощение, когда эти системы развертываются в огромных количествах против стратегических объектов». Еще один производитель БПЛА на условиях анонимности отметил, что у дроновых атак есть и психологическая цель. По его словам, московская пропаганда пытается заставить своих граждан забыть, что страна находится в состоянии войны. Но длинные очереди на заправочных станциях привнесут реальность войны в их повседневную жизнь. Напомним, как заявлял главный исполнительный директор международной энергетической компании «Ганваргрупп» Торбьерн Терквист, на днях удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя производство около 600 тысяч баррелей суточной нефтеперерабатывающей мощности России. Замглавы Совета России Дмитрий Медведев оскандалился очередным заявлением. Он поддержал отправку в Украину французских военнослужащих, почему-то решив, что российские оккупанты якобы смогут уничтожить полки французской армии в случае прямого боя на территории Украины. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично. А стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей. Медведев постоянно эпатирует своими высказываниями. Ранее экс-президент страны-агрессора заявил, что Одесса – русский город, который должен вернуться домой. А уже 2 марта в один из мирных домов города прилетел шахид, запущенный россиянами. Там тогда погибло 12 человек, половина из них – дети, 4 и 7 месяцев, 3, 8 и 9 лет. А в пятницу 15 марта в Одессе в результате российской ракетной атаки погибло более 20 человек. Напомним, в феврале 2024 года лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности, что в будущем западные войска отправят в Украину. Многие лидеры и представители стран НАТО уточнили, что не готовы к этому шагу. Также вопрос прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. Сказал, что детям французов не придется погибать в Украине. Вместе с тем военнослужащие НАТО уже находятся в Украине, утверждает испанская газета El Pais. По данным газеты, они контролируют выделяемое Украине вооружение, проводят разведывательные операции и обучение. Президент Чехии Петр Павел ранее отмечал, что солдаты Атлантического альянса присутствуют в Украине уже более 10 лет. Не в боевых подразделениях, а как армейские инструкторы. Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, что по сути было агрессией, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем сегодня, на украинской территории действовала учебная миссия НАТО, в которую в свое время входило более 15 стран и насчитывалось около тысячи человек. Он акцентировал, что это не противоречит международному праву и уставу ООН. Диктатор Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами в Кремле прокомментировал ситуацию в Белгородской области, заявив. Прежде всего хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Путин добавил, что власти России якобы будут работать над тем, чтобы обеспечить безопасность жителей приграничных регионов. Первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем. Я уже говорил об этом, просто не хочу сейчас в этой торжественной обстановке вдаваться в детали. Отметим ранее, представители Легиона Свободы России призывали местные власти и Путина лично способствовать эвакуации местных жителей, но их призыв проигнорировали. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. Также ранее добровольцы несколько дней подряд обращались с призывом к россиянам эвакуироваться из Курской и Белгородской областей и заявляли о создании гуманитарного коридора. Повстанцы указывали, что они вынуждены нанести удары по военным объектам в этих регионах, как ответ на российскую агрессию. Они сняли видео, в котором рассказали, что обращались к российским властям с призывом провести эвакуацию мирных жителей из Курской и Белгородской областей. Однако их в очередной раз проигнорировали. Поэтому я обращаюсь напрямую к жителям этих регионов. Немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение полутора часов после этого видеообращения. Тем временем армия Российской Федерации, пытаясь вытеснить добровольцев, уничтожает населенные пункты. На кадрах, опубликованных добровольцами, видно, как российские войска вплотную расстреливают дома местных жителей Белгородской области. Как заявил боец Легиона Свободы России Алексей Барановский, российская армия не считается с потерями российского гражданского населения. Напомним, с 12 марта российские повстанцы против путинского режима проводят рейд в Белгородской и Курской областях. Они взяли под контроль несколько населенных пунктов. Начальник штаба русского добровольческого корпуса с позывным «Фортуна» рассказал, что в Курской и Белгородской областях продолжаются боевые действия. Добровольцы контролируют более 50 квадратных километров территории. Российские добровольцы заявили об усилении своих атак и обратились к властям Белгородской области. Бойцы призвали российские власти прекратить прикрываться гражданским населением и немедленно эвакуировать людей. Наши удары по военным целям усиливаются. Обстрелы региона фактически не прекращаются. Люди продолжают страдать и гибнуть. Жертвы среди мирного населения исключительно на совести администрации, которая препятствует эвакуации людей. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил лишь частичную эвакуацию из Белгорода и района Щебекинского округа и Грайворонского района около 9 тысяч детей. Также в приграничных районах Белгородской области с 20 марта установят блокпосты. Но ситуация на приграничье продолжает быть напряженной. В Курской и Белгородской областях идут бои. Под контролем добровольцев Теткина, Лозовая рудка, Новая Товолжанка, Глотово, Горьковский, Козинка и Нехатеевка. Более 50 квадратных километров территории. В настоящее время РДК задействовал резервы и продвигается по всей линии соприкосновения, развивает наступление в Белгородской области, заявлял начальник штаба русского добровольческого корпуса с позывным «Фортуна». В сети добровольцы также показали спецоперацию в селе Козинка. Легион «Свобода России» опубликовал кадры в Журавлевке. В то же время внутренние войска РФ получили тяжелую технику, сообщает Фридом. Более того, российский диктатор Путин уверял, что РФ сформировала специальные подразделения для обороны границы с Украиной. Но все это не помогло сдержать рейд добровольцев. Поэтому Путин ответил жесткой силой. Эксперт немецкого таблоида Бильд Юлиан Ребки обнаружил, что вооруженные силы РФ атакуют Козинку планирующими авиабомбами ФАП-500. Также телеграм-каналы добровольцев публикуют перехваты, где мирные жители Белгородчины обсуждают, как свои же бомбят их деревни. Грайвороны окрестности под постоянным обстрелом путинские войска прячутся в жилой застройке, а жители призывают родных покидать город. Будут ли украинские Ф-16 бить по РФ? В Пентагоне ответили на вопрос о красных линиях. В частности, спикер оборонного ведомства США генерал-майор Патрик Райдер заявил, что американцы сосредоточены на том, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию и вернуть ее. «Соединенные Штаты не воюют с Россией. Мы не стремимся к войне с Россией», – сказал Райдер, отвечая на вопрос, почему партнеры Украины все еще имеют своеобразные красные линии относительно типов вооружения, а также географии их ударов. А это свежие кадры тренировок украинских пилотов на Ф-16 на авиабазе в Дании. Видео обнародовало Министерство обороны Бельгии пару дней назад после визита министра обороны Людвин де Донбер и начальника обороны вооруженных сил страны Мишеля Хоффмана в тренировочный лагерь, где учатся украинские летчики. В ведомстве страны отметили, что во второй половине 2024 года Бельгия отправит в Данию 50 своих солдат и два истребителя для обучения украинских пилотов.